МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Более одного миллиарда рублей закатают в Калининградские дороги. В городе начался капитальный и ямочный ремонт. Большую часть денег выделили федералы, остальное добавили городские власти. Вот, смотрите. Это последствия плохих дорог. Это сломанное колесо, разбитое. Одна из поездок по городским улицам для Ивана закончилась поломкой автомобиля. Колесо попало в яму. В результате разбился диск. Но от ям страдают не только автомобилисты. Пешеходам тоже достается. Через три месяца обувь многие выкидывают. Набойки, профилактика, супинаторы летят, отрываются каблуки. Некачественная, когда сделана плитка тротуарная, застревают каблуки, отрываются. Уже неделю в Калининграде идет дорожный ремонт. Класть асфальт можно только с наступлением плюсовой температуры. Особенно этого момента ждали автомобилисты. В этом году дороги обещают не просто залатать, а полностью поменять верхнее покрытие. Вынимается весь старый грунт, заводится новый, песок, щебель и новый асфальт. Ремонт проводят по трем программам капитального ремонта. Новые дороги России, безопасное движение и мой двор. Пока работы выполнены на 23 объектах, но это только начало. По плану новый асфальт должны положить еще на 136 дорогах. На остальных только залатают ямы. Капитальный ремонт это дорого. Ямочный ремонт, ну, такое состояние дороги, что, ну как, не закрыть яму, ездить нельзя. Поэтому ямочный ремонт делается. Один километр дороги обходится примерно в 20 миллионов евро. Но это при новом строительстве и с установкой всех коммуникаций. Освещением, подсветкой и бордюрами. В Калининграде прошли массовые обыски у адвокатов и их подзащитных. Решения суда на руках у сотрудников полиции не было. В интернете уже появилось видео с жилыми комментариями. Сейчас адвокаты обратились в прокуратуру и следственный комитет с жалобой на превышение должностных полномочий. Как раз как показывают удостоверение оперативник, вот, подают документы. Это видео в интернете сейчас может увидеть каждый. Обыск проводился в жилой квартире одного из домов московского района города Калининграда. Когда в дом нагрянула полиция, хозяева испытали настоящий шок. Во-первых, потому что у сотрудников не было судебной санкции на проведение обыска. Потому что всеми законами существующими это запрещено. Это запрещено уголовно-процессуальным кодексом. Это запрещено федеральным законом об адвокатской деятельности адвокатуре Российской Федерации. Это запрещено Конституцией. И в этих законах говорится, что есть такое понятие, как адвокатская тайна. И что такие действия, как обыск, нарушают права подзащитного. Это компрометирующий вопрос, я вам отвечаю, не собираюсь. Это по-прежнему прямо, это уточняющий вопрос. Уберите руки, это не законный обыск, вы не имеете права ничего изымать. Вы понимаете, что вы сейчас делаете? А вы понимаете, что вы сейчас делаете? Вы нарушаете закон, а я отстаиваю права своих клиентов. Вы можете вызвать ОМОН. Я сейчас еще раз зачитываю на камеру о том, что мы изумаем... Где здесь написано слово адвокат и где здесь судебное решение, которое положено в данном случае? Ваши децентральные законы, я буду защищать документы на бумажных и электронных населениях информации. Я буду защищать интересы своих клиентов, это мое право. Вот они пришли, и им закон не важен, им закон не нужен. Что есть такие адвокаты, которые строптивые, не соглашаются, обжалуют действия работников милиции. Вот мы им покажем. Вот они и показали. Часть документов во время обыска была изъята. Из-за этого уже пострадали многие подзащитные. Рассмотрение части дел пришлось отложить на неопределенный срок. Если суд и общество каким-то образом не станет на защиту последнего, что может быть доверено человеку и каким-то образом законодательно защищено именно адвокатскую тайну, то ничего святого в нашей деятельности уже нет. Адвокаты Татьяны, Римма и Ивановы уже обратились в прокуратуру и следственный комитет с жалобой. В заявлении написали о фактах превышения должностных полномочий сотрудниками полиции. В управлении УВД эту ситуацию пока никак не комментируют. Мы написали запрос. Сейчас ждем ответа. В Калининграде проснулись пищи. Пока их снимают только с домашних животных. Обработка зеленых территорий в городе начнется только в апреле. Готов ли город встретить нашествие опасных висекомых и как с ними бороться? Он стал менее активным. Вчера еще ел немного, сегодня уже отъедать оказался. Макса впервые привели на прием к ветеринару. За два года он ни разу не болел. Странное поведение своей собаки Александра заметила в прошлые выходные. Сначала начал отказываться от лакомств, потом совсем перестал кушать. Нашли клеща. Стал плохо кушать. Вялый как бы. Вот пришли, боимся, что не энцефалитный клещ. Хотим обследоваться и вылечиться. Ветеринары сразу поставили диагноз – пироплазмоз. Это когда клещ уже присосался к коже. В таком случае врачи сразу берут анализ крови из уха и через микроскоп смотрят на наличие инфекции. Первое, на что должны обратить внимание владельцы – это необычное поведение их животных. Если животное стало какое-то хоть более-менее вялое, необходимо ехать в клинику. Чем быстрее обратиться за помощью, тем более эффективно и более безопасно лечение. Как только потеплеело, клиентов в ветлечебнице прибавилось. У Дика тоже клещ. За сутки приходят до 30 хозяев с питомцами, у кого такая же проблема. Мы осенью были с клещом здесь. Активизируются клещи в апреле. В этом году проснулись раньше. Обычно они ползают по траве, в кустах или падают светок деревьев. Случаев их нападения на людей в этом году пока не зафиксировано. Но, по словам врачей, совсем скоро в больницу придут первые пациенты. Ношение одежды, плотно прилегающие к телу, жадно светлых или однотонных тонов. Брюки, чтобы были заправлены в сапоги или сверху брюк одеты на носки, плотно прилегающие к телу рубашка с манжетами. И на голову одевается головной убор. Для городских поликлиник сейчас закуплено только около тысячи бесплатных вакцин. Ими смогут воспользоваться только пенсионеры и дети. Все остальные должны будут привиться самостоятельно. Стоимость одной прививки от 150 за российскую и до 500 рублей за иностранную вакцину. Животных защищают специальными мазями или ошейниками. Самый дешевый – около 50 рублей. Если вы обнаружили на своем любимце клеща, следует придерживаться определенных правил. Не надо тянуть, его дергать, его необходимо крутить. Это один вариант. Еще можно попробовать на него капнуть жидкостью для снятия лака. Тогда быстрее может удалиться. Перед тем, как зайти домой, нужно внимательно осмотреть животные, пока городские территории от клещей еще не обработали. В этом году планируют охватить 114 гектаров земли. Это в три раза больше, чем в прошлом году. В этом году окорицидная обработка зеленых зон и скверов города Калининграда будет проводиться дважды. Первая обработка будет проведена с 1 по 10 апреля, а вторая обработка будет проведена в мае. Обрабатывать будут все скверы города и территории возле озер. Руководство парков и кладбищ этот вопрос должны решить самостоятельно. В этом году на специальные средства и на вакцину выделили 800 тысяч рублей из городского бюджета. Выпустили погулять через окно. Хозяева выбросили свою собаку с девятого этажа. Вечером 19 марта жители дома номер 8 по улице Ефремова услышали сильный удар. Когда соседи вышли на улицу, увидели на клумбе окровавленную собаку. Уже 4 дня врачи борются за жизнь Макси. Такую кличку дали ей в клинике. На самом деле собаку зовут Соня. Привез ее сюда Алексей Паршин, житель дома по улице Ефремова. Он подобрал ее через 15 минут после того, как собака упала с девятого этажа. Она задыхалась и не могла подняться, а изо рта шла кровь. От сильного удара у собаки пробило легкое и повредило лапу. Если бы здесь не было земли и вот этих кустов, я бы, наверное, скорее всего, она бы уже разбилась у собак. Но она счастливится, спаслась. Врачи от Макси не отходят. На лечение Алексей потратил уже 7 тысяч рублей. Все, кто узнает о случившемся, приносят в клинику еду и деньги. Врачи говорят, что этой собаке очень повезло, что она выжила после такого падения. Это же все-таки не птичка и даже не кошка. Хотя тут, наверное, сыграл фактор того, что, говорят, она упала на клумбу. Но собака очень крупная. То, что у нее такие, ну, нету явных переломов каких-то, это, конечно, чудо. Сейчас Макси уже намного лучше. Ей установили дренаж и удалили воздух из легких. Вот только гулять ей еще тяжело. Хозяева о состоянии собаки не интересуются. На вопросы соседей о том, где их домашний любимец, отвечают, что отдыхает дома. Но уже несколько дней их никто не видел. Скорее всего, они пьющие люди. Водка у них там, царь. А про собаку совсем они забыли. Алексею вспоминать о том вечере тяжело. В то, что соседи, с которыми он каждый день здоровался, способны на убийство собаки, не может поверить до сих пор. В последнее время меня стали назвать героем. Я никакой не герой. Я человек, которому не все равно. А те, кто сделали это с бедным животным, просто жалкие людишки, которые ответят по всей строгости закона. Сейчас молодые люди собирают подписи жильцов дома. Заявления на своих соседей они отнесут в полицию. По статье за жестокое обращение с животными виновные могут получить штраф до 200 тысяч рублей. Или арест на полгода. Сейчас Алексей и Роман ищут новый дом для Макси и свидетелей вечернего происшествия. Если вы стали очевидцем случившегося или хотите помочь собаке, можете обращаться к нам в редакцию по телефону 91-9404. Среду жителям города предложили поучаствовать в необычном эксперименте. Любой мог сесть в инвалидную коляску и попытаться самостоятельно проехать в ней по городу. Доступна ли городская среда для инвалидов? Для Дмитрия Андреева прогулка по городу настоящая проблема. Несколько лет назад он получил травму на стройке, теперь прикован к инвалидной коляске. Вместо активного отдыха, прогулок по городу и магазинам он отбивает порой кабинетов чиновников. Заехать в общественное место у него получается редко. Основное препятствие – отсутствие пандусов. После многочисленных обращений местные власти решили на деле проверить, удобно ли людям с ограниченными возможностями передвигаться по городу. В среду желающим предложили проехать по центру на инвалидной коляске. Участвовать в эксперименте согласились только двое. Журналистка Марина Бачко таким людям посвятила уже не одну статью. Сама с трудом смогла доехать на коляске до ближайшей остановки. Чувствуешь себя беспомощной и ненужной. Люди, если, может быть, и помогут, то видно, что город у нас не приспособлен для инвалидов. Даже вот это маленькое расстояние от класса до остановки сделать очень сложно, потому что нам встретилось на пути как минимум два бордюра, с которых нужно было спуститься, заехать и снова спуститься. В это время автобус уехал. До следующего торгового центра Марина решила добраться своими ногами. Эксперимент решили не продолжать. Дмитрий Андреев заехать в магазин так и не смог. Угол 45 градусов, он неподъемен даже для человека. Альпинист мог бы сюда добраться, а обычный человек, не то, что на коляске, сюда подняться не сможет. Но по себе она не предназначена. Должна быть тактильная плита. А она какая-то полутактильная, скажите. Чиновники обещают исправить ситуацию в ближайшие пять лет. Но без лояльного отношения общества к проблемам инвалидов, все усилия могут оказаться напрасными. Сколько бы ни покупалось транспортных средств с пандусами, если невозможно будет зайти, если водитель не будет становиться у бордюра непосредственно, если машины будут припаркованы так, что автобус не может подойти к этим бордюрам, эта вся проблема будет не решена. Вариантов решения этой проблемы пока никто не предлагает. Чиновники пообещали, что подобные акции будут проводить и дальше. Два миллиона рублей за певучий и наполненный звук. В понедельник в музыкальной школе имени Шостаковича презентовали новый инструмент. Это единственный большой концертный рояль в Калининградской области. Вот это не так красиво, как это. Даже в день презентации имениннику не дают отдохнуть занятия с 11 до 4 дня без перерывов. Юные таланты готовятся к международному конкурсу пианистов. В нашем городе он будет проходить уже в шестой раз. И впервые участники репетируют на большом концертном рояле. Это как водитель или гонщик, или он будет ездить на запорожце, или он будет ездить на машине премиум-класса. Это то же самое. И если ребенок занимается на таком инструменте премиум-класса, конечно, исполнительское мастерство будет намного выше. Главным инструментом раньше был этот эстонский рояль. Музыкальной школе он достался в 1975 году от областного драмтеатра. Там его списали и оценили инструмент в 1 рубль. Новый стоит 2,5 миллиона. На этом инструменте уже можно извлекать настоящие музыкальные звуки. А там практически на старых инструментах нам приходилось объяснять на пальцах. Или развивать фантазию, что вы представьте, что это вот так примерно где-то будет звучать. Вот серо-голубым, вот с таким призвуком и так далее. В Калининград рояль привезли еще в начале декабря. Каждую неделю специально из Литвы приезжает настройщик. Проверить, как чувствует себя инструмент после занятий. Для полного комплекта роялю пока не хватает фирменного чехла, но уже заказали. Обещали, что к открытию 6-го международного фестиваля имени Шостаковича его привезут. В этом году он посвящен юбилею композитора. И в таком состоянии каждый второй музыкальный инструмент в городе. Потому так обрадовались педагоги этому презенту от Министерства образования. Говорят, не стыдно теперь будет принимать у себя именитых гостей. На улице Дзержинского начали сносить здание. На участке дороги с пересечения улицы Октябрьская до проспекта Калинина расширят дорогу и построят съезд со второго эстакадного моста. Уже снесли старинное немецкое здание. В нем располагался центр охраны памятников. Этот экскаватор работает уже третий день. От центра охраны памятников остался только фундамент. Кирпич вывозят на свалку. Но не весь. Целый собирают местные жители. Петр Иванович планирует построить баню. Если бы не трогали дом, он бы лет 300 простоял. Тут кладка хорошая. Все сухое. Стены. И что нормально. Хороший дом. Еще снесут пять зданий. Все немецкой постройки. Жилых нет. Одно из них административное. Здесь располагался паспортный стол, вневедомственная охрана и отдел ГИБДД. Документы на оформление уже не принимают. Есть и частные предприниматели. В скором времени им тоже придется переехать. Как будет съезжать миграционная служба, вневедомственная охрана. И, естественно, я буду вместе с ними съезжать. Точных сроков о сносе пока никто не называет. Все в ожидании. Власти обещают открыть эстакадный мост до конца 2011 года. Дом тонет в канализационных стоках. Подвал девятиэтажки на улице Артиллерийской 57 больше, чем на метр затоплен водой с фекалиями. Третий год жители не могут добиться от коммунальщиков, чтобы зловонную воду откачали, прочистили и провели ремонт труб. Называется, дали участникам войны, чтобы скорее сдохли. Евгения Васильевна по-другому выражаться не может. Когда получала ключи от самого экс-мэра столицы Юрия Лужкова, думала, что заживет спокойно. А переехав из частного дома, где все удобства были на улице, поняла, что зря согласилась на новое жилье. Например, сушить белье на балконе она не может. Ну, слушайте, если такая вонь, такая вонь, и еще белье сушить, вообще невыносимо. Вонище. Вонище невыносимо. Вы чувствуете? И так на протяжении трех лет дом не успели заселить, как появились проблемы с канализацией. Все стоки стали уходить и скапливаться в подвале. Обращения в управляющую компанию к результату не приводят. За дом отвечает ЖУ номер 23, но не за канализационные сети. Они пока никому не принадлежат. Там надо решать, кто обслуживает эту сеть. Будет сейчас водоканал передадут, все, водоканал будет за этим следить. Почему там это происходит? Не знаю. Может, там еще есть грунтовые воды, но судя по тому, что мы видим, то там явно засор канализации. Принять канализационные сети этого дома на обслуживание водоканал должен в конце апреля. А пока жильцам по-прежнему нужно подавать заявку в ЖУ на откачку воды. В районной администрации дали еще один совет. В первую очередь следить за собой. В первую очередь, потому что это не только проблема этого дома. Очень много других домов, где выпуски засоряются, и именно по вине жителей. Точных сроков, когда жильцы зловонного дома заживут нормально, никто не назвал. Так что ветераны набираются терпения и плотнее закрывают окна. С 21 марта каждый россиянин может получить медицинскую помощь по полису ОМС где угодно, в любом регионе страны и вне зависимости от места регистрации. Новый закон об обязательном медицинском страховании несет и другие изменения. Лечиться при наличии полиса теперь можно не только в государственных, но и в частных клиниках и у индивидуально практикующих специалистов. Главное, чтобы они участвовали в программе ОМС. Таких в Калининграде 17. С перечнем можно ознакомиться на сайте правительства и в страховой компании. В случае, если вы недовольны качеством, оказанной вам медицинской помощи, вы вправе обратиться в свою страховую компанию, которая проведет экспертизу качества, оказанной медицинской помощи. Страховщика медицинское учреждение и врача можно выбирать раз в год или чаще, например, в случае переезда. Все полисы, выданные до 1 января этого года, будут действительны до 1 января 2014 года, даже если в документе написано, что его срок годности истекает раньше. Скорая медицинская помощь приобрела 5 новых автомобилей. На их покупку потратили более 3 миллионов рублей. Эти деньги выделились за счет сэкономленных средств скорой помощи. К этому звуку еще не привыкли ни сотрудники гаража скорой помощи, ни местные собаки. На старых машинах сирена не такая протяжная, но комплектация у этих автомобилей намного лучше. Пока медицинское оборудование не установили, но уже закупили. Они будут доукомплектованы, естественно, кислородными баллонами, записью азота. Здесь будет дополнительное медицинское оборудование для оказания экстренной медицинской помощи. На новые машины потратили более 3 миллионов рублей. Эти средства скорая помощь сэкономила на оплате коммунальных услуг. Но этих газелей недостаточно. В парк нужно докупить еще машины. Необходимо еще примерно 10 автомобилей, чтобы восполнить те, пришедшие в негодность автомобили или подлежащие списанию, скажем так, в этом году. Сейчас на весь город 53 машины скорой помощи. Каждые сутки работает 37 бригад. Многие автомобили стоят на плановом ремонте. Есть и те, которые навсегда вышли из строя. И их скоро спишут. Он играет на африканских орехах и на русских бубенцах. В Калининград приехал московский музыкант Дмитрий Щелкин. В своих выступлениях он использует различные барабаны, псилофоны и виброфоны. Причем делает это одновременно. Это настоящий древнекитайский гонг. По правилам, чем он больше, тем мягче должна быть колотушка. Это специальная палка с наконечником. Дмитрий использует его практически в каждой композиции. Его звук и придает немного мрачный и зловещий оттенок. С виду это простая ветка высушенных орехов. Но даже на них Дмитрий Щелкин умудряется играть. Привезли их из Африки. Там это национальный музыкальный инструмент. Все уникальные инструменты Дмитрий всегда возит с собой. Выступал он в Латвии, Чехии, Испании, Франции, Нидерландах и других странах. Применение необычным предметом музыкант придумывает сам. Это то, что называют на голову, ну скажем, козе. Она спасется. Виброфон – один из самых любимых инструментов Дмитрия. В его арсенале их около пяти и все разные. Это, например, ксилофон и виброфон. Они отличаются звучанием клавиш. Это клавиши из пластика. А это сплав из легких металлов. Все это дорого. Естественно, потому что технологии, они все время развиваются. Звук все улучшается, улучшается и улучшается. Высокая цена – это единственное, что мешает покупать новые инструменты. Но под рукой всегда есть свои, родные. Кстати, барабаны Дмитрия тоже необычные. Они обшиты кожей и сделаны на заказ. На грани сумасшествия или кто в доме хозяин? В среду в рамках 15-го открытого фестиваля равноденствия на суд жюри и зрителей свою постановку представил театр пластики «Шкаф». В прошлом году они взяли гран-при. Нужно сразу примотать, чтобы он не был. Все декорации и реквизит раньше помещались в одном шкафу. Так у театра появилось название – «Шкаф». От обычной мебели он отличается написанием. На конце две буквы «Ф» или «Фрик фэшн». Потому что мы любим быть дураками. Причем модными. Модные фрики впервые заявили о себе на дне города в Янтарном. Тогда они были еще уличным театром и на суд зрителей вышли со сказкой. Но в душе актрисе Евгения Остраухова мечтала о другом. Что-нибудь такое, раздирающее души, так бешеного плача. Такого драма, драма, драма. Драму поставили. Спектакль по мотивам одноименной пьесы «Жанна Жене» – «Служанки». Вечная история про то, как зависть толкает людей на преступление. Только в новой интерпретации. В театре пластики «Шкаф» актеры играют на своем языке. И здесь, как у Станиславского, не получится. Мало верить. Надо понимать, что чувствуют герои. Здесь единственное оружие – это, конечно, взгляд, наполненность, внутренний монолог. Только это помогает. И, конечно, соответственно, когда ты наполнен изнутри, у тебя правильный жест, у тебя правильный взгляд. У тебя все вот так вот трепещет внутри, в зависимости от того, что ты хочешь передать. На прошлогоднем фестивале студенческих молодежных театров в равноденстве они произвели настоящий фурор и завоевали гран-при. В этом прогнозов не делают. Говорят, главная победа – это хороший спектакль и атмосфера в зале.